Оказывается, человеку свойственно возвращаться к истокам. Но что в этом плохого, если все мы когда-то и картошку садили? Да, невзирая на сегодняшние имена и регалии, этим занимались, опять же, буквально все. Потом пришло время, когда мы внезапно забыли про то, как приятно кушать выращенную собственными руками картошку. Забыли вкус свежего укропа, а также ботвы чеснока и лука. Ну, вот сейчас, наверное, то время, когда стоит немножко переосмыслить и вернуться к корням. Но, возвращаясь к корням, не надо забывать о том, что есть вещи полезные и недорогие, которые очень сильно помогают нам. Абсолютно нет необходимости вчетвером выкапывать ту же самую картошку, либо перекапывать огород. Потому что сегодня на службе и мотокультиваторы, и мотоблоки наши любимые, такие, как ими работать. Ну, вы помните, как я косил траву, и на комбайне в том числе. Сегодня косить траву мы не будем, сегодня мы включим отечественный мотоблок в работу. Кстати, попробуем на нем картошку выкопать. Да, и попробуем на карманчике с двигателем от Субару газануть. Земля наша, мать и кормилица, и последняя жилищная площадь, благодарно дает нам возможность безбедно существовать, расти детей и радоваться жизни. Земля наша дает нам еще и годы жизни. Достаточно просто жить на земле, работать с ней и работой отвлекаться от суеты будней. Родители наши, бабушки и прадеды, жили-то и без антибиотиков, и без того количества алкоголя, заметьте, ни болезней, ни депрессии. Да и комбинант в то время был совсем не тем производством, что сейчас. То есть жить долго, а может еще и дольше, чем наши ближайшие родственники, учиться долголетию можно и нужно, работая именно с землей. Тут вообще далеко ходить не надо. Прекрасно живет и не напрягается, к примеру, ваша бабушка, соседка, одуванчик. Она, в принципе, и в саду-огороде особенно не напрягается, но и не копается в собственных болячках, а это прямой путь на тот свет. Здесь главное понять, что отмазка типа времени нет, типа бизнес не хиляет. И это я говорю, основываясь на собственном опыте. Я лично проблему многочасового копания с землей предпочитаю решать вместе с Зеленым островом. И, кстати, даже если вы и уже выкопали картофель, то вот вам сравнение и урок на будущее, как это можно было бы сделать быстрее. Вот Зеленый остров дал нам попробовать что-то долгожданное. И скажем так, что вместе с Зеленым островом я сейчас кашу себе и взлетное поле для самолетов, и привожу в порядок лужайку у собственного дома. Классно работает, кстати. Теперь попробуем что-то отечественного производства. И скажем, что в отечественное это та штука, на которую мы раньше молились, без озарения совести. Был тогда и один-единственный мотоблок, сейчас в Питере производят. Здесь стоит двигатель 7 лошадиных сил. И что мы будем делать? А мы попробуем изготовить, точнее изобразить моцебуру. Знаете, такое устройство было. Вот так вот она достаёт картошку. И картошка, кстати, не резаная. Биллами там, лопаты. Так, как заводится отечественная техника? Так, дадим оборотов. Переведём за слов. А вот так она заводится. Ну что, давайте время наше экономить. Вот и поехали. Так. Ну что, с бензиновой техникой можно, пожалуй, и картошечку полыкапывать. Небольшая регулировка. И теперь... Главное не зарыться. Ну а дальше требуется то, что вы тоже можете приобрести в Зелёном острове. И дальнейшая процедура, ну, к сожалению, не моторизирована. Это уборка картофеля. И скажем, что собрать картофель, даже при наличии мацепуры, это всё-таки ручная работа. Ну, бесполезно. Она так глубоко ли прокапанная. Да, в принципе, все клубни из заложенных в землю мы вытаскиваем легко. Ну, по-моему, всё-таки этим лучше заниматься женщине. А я всё-таки опять в руль за трактор, пусть и небольшой, но очень удобный. Да. А затем, после получаса работы, больше вам они потребуются, чтобы ваши шесть соток выкопать. Выкопать. Сколько вы раньше копали их? Вот тут, там у нас мангал стоит. Тут вот дивная беседка. Опять не хватает Саши Сидельникова. А то бы он нам рассказал что-нибудь ещё интересное. Я вот не в курсе. Что тут ещё можно вырастить на приусадебном участке. Кстати, следующий наш разговор будет о том, как всё это дело перекопать с помощью мотоблока. Либо мотокультиватора. Как приготовить зимний газон. Ну, в смысле, в зиму газон. Вот. А я всё-таки газону. Напоследок и ещё разочек. Оперативно, быстро и чётко. И без разрезанных вилами клубней. Мало скорости вперёд и место для разворота включаем в заднюю. Процедура настолько увлекательная, что этот небольшой участок, на котором проводится эксперимент, нами обработан за пять минут. Вот урожай картошки мы убрали. Обычно после уборки урожая картошки, что вы хотите сделать? Ну, как правило, отдохнуть. Это как минимум, да? Прилечь. Но не сразу же пахать дальше огорода. Если у вас есть мотоблок, либо мотокультиватор, то что можно сделать за один заход? Я боюсь, даже ваша супруга вместе с любимой тёщей, так, ну, в принципе, с этим может справиться и девушка. Ничего сложного нету. То есть, если кровь можно припрачить, а если вы такой хорошей комплекции, ну, и здоровье у вас пышет. В принципе, девушка может спокойно мотоблоком выкопать картошку. Что дальше мы делаем? В один заход, да? По-стахановски. Вместе с Зелёным островом. Мы перепашем всё. Опять-таки давно мечтал на мотоблоке поработать. С большой скоростью лучше этого не делать. Вот. Давайте поедем. Ну, вообще никаких проблем. Небольшая корректировка тазом. И я бы, наверное, эту заходку в полчаса мурыжил. А здесь даже не успеваю двух слов сказать. Вот так вот, дивная техника. Есть у неё и задний ход. Что можно делать с теми агрегатами, которые произведены в России? Ведь мы помним то время, когда все буквально грезили мотоблоком. А сейчас-то ещё и что? Не только мотоблок? Не только мотоблок. Просто культиватор, либо мотоблок. То есть, ну, отличие, я уже говорил, что мотоблок – это многофункциональная техника. Как правило, используется для перевозки тележек, для использования её для заготовки сена. То есть, сено-заготовительное оборудование на неё нацепляется. Возможно, он нацепляет на неё мотопомпу, либо снегоуборочную технику на зиму. То есть, такая многофункциональная техника. Если мы говорим о том, что, ну, близится окончание сезона, да, я лично не будучи специалистом в области садоводства, ну, по крайней мере, мне сложно говорить о том, как землю обрабатывать. Я знаю, что раньше три человека, лопата и поехали перекапывать. Три человека перекапывали огород в шесть соток четыре часа. Сколько сейчас можно на отечественной технике, за сколько, точнее, сейчас можно на отечественной технике перекопать шесть соток? Шесть соток одному человеку, ну, около двух часов с перерывом, с хорошим, чтобы отдохнуть. Вполне реально, то есть, это перекопать, потом, впоследствии, докупить оборудование, чтобы окучить картошку. Тоже в течение получаса там это всё делается. И выкопать. Так, то есть, мы, если берём и вкладываем первоначально деньги, ну, в пределах сорока тысяч, это за самый могучий мотоблок, затем, ну, сколько нам надо добавить, чтобы просто дополнительное оборудование купить? Ну, типа, вот, цехи, типа, грунтозацепов, типа, да, по той же самой тележке. Ну, грубо говоря, сцепка плюс окучник, ну, около полутора тысяч. Плюс грунтозацепы, ну, ещё тысячи полторы. Ну, около трёх, от трёх до пяти тысяч, чтобы купить полной комплектации технику. Что для нас сумма в 30 тысяч рублей. По сути, это пустой звук, и по сути, это не сумма. На минимальную заработную плату, как и на пенсию, пожалуй, можно только умереть. У нас самая дорогая страна в мире, что, естественно, проверено на практике. Ну, и, кстати, страна возможностей, не меньших, чем в Соединённых Штатах тоже. Вот только этот пункт не для ленивых. Умный и расторопный имеет и Мерседес в своём гараже, и домик в деревне, и сад, и теперь уже однозначно в планах своих прописал приобретение и мотопуга, и культиватора. Потому что перемолотый в пыль, девственный участок чернозёма, вместе с корнями сорняков, промороженный, опять же, вместе с вредителями, нашей дивной студеной зимой по весне, ещё раз пройденный просто культиватором и проборонённый, сори, граблями, в течение пяти лет принесёт вам и дивный урожай картофеля, и свеклы, и моркови, и капусты. Ну, а далее, конечно, необходимо его удобрять. Да, кстати, за этот период времени будем надеяться, экономическая чехарда закончится, и ваш огород абсолютно магическим образом превратится в европейский зелёный газон. Вообще, честно говоря, в следующий раз я буду очень сильно головой думать, прежде чем заниматься такого рода деятельностью пропагандистской. Потому что я приехал в Зелёный остров, да? Я, конечно, понимаю, что с головой мне надо очень сильно разбираться. Казалось бы, работник телевидения, но даже работник телевидения, имеющий домик в деревне, не может пройти мимо этой техники. Работник телевидения со стажем 15 лет, может себе позволить работать без дублей. Вот, ну, то есть немножко обринялся человек. Это, наверное, опыт, если ошибок трудных. Вот. Мы взяли другую технику для обработки нашего сада-огорода. Это мото-культиватор. Другая техника, сделанная в Японии. Имеет фирменный бренд Кайман и двигатель от Субару. 6,8 лошадиных сил. Ну, простите, 6 лошадиных сил. Но думаю, что там есть и больше. Сюда мы поставили дополнительные фрезы. Это, к слову, олени. Чтобы, ну, сразу по полметра можно было хавать огород спокойно. Двигатель здесь. Теперь будет все интересно. Наверное, это тоже хороший принцип работы, как и у нас. Ну, не переделывать свою работу 10 раз. Сделать один раз и надолго. Так вот, двигатель имеет ресурс работы 2500 моточасов. Если вы не занимаетесь промышленной переработкой садов и огородов, то при нормальной эксплуатации этой техникой может воспользоваться еще и внук ваш. Потому что, ну, 100 лет наработать, это как-то сложно. Вот. Как она заводится? Так, сначала проведем рабочее положение. Ну, сразу, потому что инструкцию читать это не удел русских инженеров. Нам сразу. Вот. Да. Теперь просто... О, прошу прощения. Газа надо добавить. Раслонку убираем. Микрофон на место ставим. Делаем средние обороты. Ну, чё? Так, мотоплуга нам надо было прогнать здесь раза 3-4. Вау! Ну, это бешеная скорость. Да. Я, 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 я микрофон теряю. Стой, стой, кайман. Куда так быстро? Ну, спешка нужна при ловле блох и при диарее, что естественно. Но когда работает мото-культиватор, вам вообще напрягаться не стоит. Тут важно одной рукой просто корректировать направление движения. А малошумящий, но очень мощный двигатель позволит вам параллельно по сотовому телефону решать важные для вас финансовые проблемы. Кстати, приобретение такого помощника в Зеленом острове сейчас не проблема вообще. Есть ли кредит и обязательно ли в кредит покупать ту технику, ну, которая не настолько вам нужна, как та, которая может принести и хороший урожай, и хорошее настроение от внешнего вида вашего садового участка? Да, конечно. Мы работаем с Руссинансбанком, то есть через банк у нас оформляется кредит. Помимо этого мы индивидуально работаем с клиентами и, возможно, скидки без банка до 5%. Помимо этого у нас существуют акции постоянные, которые контролируются московскими нашими партнерами. То есть цены идут уже московские на некоторую технику. И, конечно же, не дай бог, в вашем участке внезапно на глубине полуметра там валун закопан. И вы культиватором случайно по нему проехали. Я, честно говоря, сомневаюсь, что что-то случится. Но если что-то случится, что делать? Обращаться к нам. То есть мы авторизованные дилеры являемся всей той техникой, которую продаем. То есть даже если запчастей нет в наличии, привезем без проблем. И в завершении, все-таки для тех, кто посмотрел нашу передачу, для тех, кто желал иметь собственный альпийский лук. Но нет денег, допустим, приобрести все это дело в центре города. Нет денег приобрести это все дело в ближайшем пригороде. А вот за копейки можно чуть подальше, в пределах 100 километров, купить невостребованный участок земли, построить. Может ли ваш культиватор, может ли ваш плуг, мото-плуг, обработать и целину практически? Да, то есть существуют и целинные культиваторы, и любительские культиваторы, и культиваторы для обработанной мягкой почвы. То есть все зависит от желания, условий, возможностей. А условия и цены, по-моему, в принципе, не выходят за пределы рамок в 1 тысячу евро. Да, то есть, грубо говоря, импортный культиватор с двигателем Робин Субару 6 лошадиных сил стоит около 32 тысяч. То есть это уже московская цена. Плюс к этому 2 года гарантии, сервисное обслуживание, бесплатное товар. Итак, 90% мужиков любят выглядеть мужественно. 90% мужиков любят, когда ими восхищаются дети и вторая половина. Также 90% особей сильного пола ненавидят, когда их пилят, из-за пустой, казалось бы, траты времени на огороде. Но сегодня время тратить не надо. Любой огород или дачный участок с этой техникой – это объект любви. Потому как 90% мужиков любят еще и смотреть на то, как горит огонь в собственном камине, как плещется вода в собственном бассейне и на то, как пашет супруга, теща или мама над грядками, перепаханного вами буквально за час собственного огорода. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!